Однажды, я приведу такой пример из нашей жизни, однажды несколько лет тому назад мы праздновали в нашей семье, мы собрались все наши родственники, это была знаменательная дата, мы праздновали 50-летие совместной жизни, это золотая свадьба нашей мамы и папы. Это было чудесное событие, они были красиво одеты и все родственники собрались, все были с подарками, все были с шариками и однажды мы вышли, после покачания уже практически нашего праздника, мы вышли на улицу и хотели сфотографироваться и стали так всей семьей. Я заметил очень интересную деталь, очень интересный образ Бог показал мне. В руках наших детей были шарики, я не знаю сколько штук их там было, их наверное было там сотни, и дети держали эти красивые букеты разноцветных шаров в своих руках. Эти шары были накачаны, были надуты в специальном магазине, если вы знаете такое слово «оксиджан», это кислород, они были надуты специальным кислородом и специальным баллоном, и эти прекрасные букеты, эти красивые-красивые шары были в руках маленьких детей. И другая часть шаров, которую надували в моем доме, лично мы и дети помогали нам, это другой букет, другие шары, которые мы надували лично сами своим ртом. Их было не так много, потому что их много не надуешь, понимаете, да? И это была вторая группа, второй такой прекрасный букет. И в один момент кто-то из детей отпустил эти шарики. И те, которые были надуты оксидженом, кислородом, что вы думаете, что с ними произошло? Полетели, это как понравилось детям, они их все поотпускали, и они стали лететь и лететь и лететь и лететь. И что вы думаете, они летели до тех пор, пока они не стали в маленькой-маленькой точке. И мы все наблюдали за этими шарами, и они летели далеко ввысь, поднимаясь, поднимаясь и поднимаясь. Это было красиво. Что вы думаете получилось с теми шарами, которые были надуты ртом? Они даже не поднялись, но были точно так прекрасно надуты и красиво выглядели, как и те. Одинаковые шарики, надуты углеродом из твоего рта. Переработанный кислород, которым ты дышишь, и кислород, который поднял ввысь эти прекрасные шарики. Я хочу сегодня сказать, все, что напоено Святым Духом, все, что наполнено Святым Духом, обязательно, обязательно в свой час поднимется от этой земли и будет восхищено в Царство Живого Бога. Это будет такое красивое встретение, встреча на облагах, как написано в славе Бога. Это будет настолько прекрасно, все, что напоено сегодня Духом, оно поднимется от этой земли независимо от обстоятельств и будет восхищено от севера, с запада, от востока и юга. И возляжут в Царстве Бога. Это будет прекрасная картина, это будет прекраснейшее событие в Его Второе Пришествие. Писание говорит, когда Он сойдет, мы будем восхищены в следине, навстречу с Ним. И мы будем восхищены в Его Царство, в Его присутствие. О, возлюбленное, все, что напоено и наполнено сегодня не Его Духом. Он не сможет подняться. Не сможет подняться. Дорогие, мы сегодня ищем все с вами блаженства, счастья, каких-то переживаний. И кто-то по-серьезному, по-настоящему ищет истинного счастья на своих коленях. Может быть, в глубоком искании Бога. Может быть, в глубине своего сердца, в сокрушенном и смиренном сердце. Может быть, кто-то, может, просто проводит время, часы в искании Бога, в Его Слове. И Господь наполняет его, и Господь наполняет его. Господь дышит своим дыханием святости в эти сердца. И эти сердца изо дня в день, изо дня в день готовятся ко встрече с Господом.